МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Православные десногорцы отметили Светлую Пасху. Пасхальные мероприятия для смоленских полицейских. У каждого человека должно быть что-то доброе, достойное. И как хорошо, что у вас это есть. И сегодня вы излучаете этот свет на всех нас. Акция добрых дел в первой школе города. Сводка криминальной обстановки в городе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ровно в полночь, 16 апреля, во всех православных храмах мира раздался радостный клич. Христиане приветствовали благую весть о воскресении Сына Божьего Христа. В Центральной Церкви Десногорска в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости также прошли праздничные богослужения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Сейчас в Смоленском отделении деловой России состоит 48 человек. ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они помогают и во всем поддерживают этих героических людей. Ветеран Октябрина Каноненко за свою теплоту и отзывчивость особо горячо любима всеми ребятами и учителями. Уже много лет она увлекается сочинением стихов, и за это время у нее их накопилось много. По ее просьбе руководство и ученики школы выпустили сборник «Альманах». Все подробности в нашем следующем сюжете. 12 апреля состоялась презентация сборника стихов. На такое значимое событие были приглашены почетные гости – представители администрации города, ученики и просто друзья Октябрины Андреевны. В этот день звучало много теплых слов и в адрес автора стихов, и в адрес тех, кто помог в осуществлении мечты ветерана. Спасибо большое руководству первой школы, что они этот замысел осуществили, издали этот «Альманах». И теперь многие наши граждане, многие жители Косногорска смогут воистину насладиться теми словами, которые Октябрина Андреева всем нам донесла из своего сердца. Над изданием сборника трудились воспитанники школьного творческого клуба «Росток», руководитель Наталья Лесная. Мы отбирали стихи, читали, удивлялись многим стихам, работали над дизайном сборника. Конечно, работа получилась скромная. Ребята работали над сборником несколько месяцев, отбирали стихи, разрабатывали их последовательность. И за это время многие из них просто выучили понравившиеся строки наизусть. Прошло 34 года. Это очень много. И вот Олимпийские игры у российского порога. Счастлив будет тот народ, кто на Олимпиаду попадет. В печатном виде альманах стихов появился благодаря родителям, которые с большим энтузиазмом отозвались на просьбу детей и администрации школы. И пусть сборник получился не очень большим, зато для детей и автора он очень значим. И как пообещали ребята, на этом их добрые дела не завершились. В скором времени под окнами Октябрины Андреевны на клумбе школьники посадят самые лучшие цветы. Сбор их семян уже идет полным ходом. Минтранс и Общероссийский народный фронт открыли голосование для водителей и владельцев большегрузов на сайте проекта «Карта убитых дорог», которая будет действовать 7 недель. Грузоперевозчики смогут самостоятельно определять проблемные участки федеральных трасс. Позже их отремонтируют за счет средств, собранных с помощью системы Платон. Своё мнение уже высказали более 99 тысяч человек. Почти половина из них пожаловались на проблемные участки городских автотрасс, более трети на дороге между городами, еще около 20% на сельские дороги. В Починковском районе ночью на трассе Р-120 сотрудники спецроты ДПС остановили отечественную легковушку, водитель которой предъявил фальшивое водительское удостоверение. По базам данных выяснилось, что 43-летний смоленин был лишен прав еще в 2014 году и не смог сдать экзамены вновь. Поэтому просто купил липовое поддельное удостоверение на вымышленную фамилию. За это ему теперь грозит арест на срок до 6 месяцев. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства страшного дорожно-транспортного происшествия на улице Маршала Еременко, которое произошло в Смоленске 13 апреля. В результате лобового столкновения Audi Q3 и Renault Logan пострадал мужчина и мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимационное отделение детской областной клинической больницы. В отношении нарушителя, который управлял автомобилем без прав и в алкогольном опьянении, составлено около 10 административных материалов. В данный момент виновник ДТП арестован на 5 суток. О том, что произошло у нас в городе за минувшую неделю, нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 115 сообщений о происшествиях. Из них 7 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 124 административных правонарушения, в том числе нарушений правил дорожного движения 97. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 2 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 17 человек. В областном центре побывал автопробег. Его участники направляются из Москвы в Европу. Они посетят Польшу, Германию и другие страны. На въезде в областной центр гостей встретили офицеры военной академии. Они вместе спели несколько фронтовых песен и передали армейские сухпайки, которые пригодятся в долгой дороге участникам автопробега. Во вторник, 18 апреля, в городском центре досуга состоится отчетный концерт образцового хореографического коллектива «Модерн» под названием «Девчонки русские». Приглашаются все желающие. Вход свободный. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok